Всем привет, меня зовут Наталья, это мой блог NetoBet, блог о парфюмерии. И мы сегодня с вами будем говорить о прекрасном бренде Франческо Бьянки и о ее ароматах, которые покоряют, начинают, а у кого-то продолжают покорять сердца парфлюбителей. На самом деле о бренде я говорила, наверное, с начала года, когда с ним познакомилась. Это было такое случайное знакомство. Я принесла его на съемки слепых затестов на духах РФ, и я намеренно сделала выбор в пользу этого бренда, потому что хотела удивить коллег, но я даже сама не знала, что они из себя представляют ароматы. Единственное, что я прочитала на форуме о них. И потом, впоследствии, я реально влюбилась в эти ароматы, во всю коллекцию, во Франческо. И сейчас бренд получил нормальную дистрибьюцию буквально, наверное, несколько месяцев, может быть, пару месяцев назад получил нормальную дистрибьюцию в России, и я думаю, что будет активно привозиться. Поэтому говорят о нем больше. Вообще говоря, о бренде Франческо Бьянки, надо сказать, что это такая артизанальная ниша изначально была. То есть это прям ниша-ниша. Это когда бренд практически строится вокруг имени создателя, который является и создателем, и составителем брифа, и парфюмером в одном лице. Плюс, опять же, как это часто бывает, хотя наши люди почему-то этого боятся, бренд Франческо Бьянки основан женщиной, которая не имеет парфюмерного образования. Тем не менее, ее жизнь была всегда связана с искусством. Сама она по своему образованию искусствовед, и работала она в издательствах, которые выпускали гнистику, посвященную вообще изобразительному искусству в том числе. Поэтому она вообще в этом хорошо разбирается. И кроме того, у нее были такие творческие знакомые. Парфюмерия интересовалась с самой молодости, чтобы понимали всю эту информацию, и черпала из интервью разных, которые посмотрела. И одним из самых ее таких любимых и знаковых парфюмов в ее жизни был Диор Пуазон, который она сама себе купила, накопив там карманные деньги от родителей в 14 лет. И после этого ее любовь росла к парфюмерии. И вот когда она уже работала в издательстве, она решила заняться парфюмерией. Ее там увлекли какие-то книги, причем самые простейшие. В общем, она решила сдавать ароматы. И ее первым, ну не учителем, но точно человеком, который повлиял на нее, первым, ну не наставником, опять же хотелось бы сказать наставником, ее первым важным человеком на пути к парфюмерии был Лоренц Виларези, который является парфюмером. И он просто был ее другом, она пришла к нему. Спросить какие-то вещи у парфюмерии, и он спросил ее, что ты хочешь делать ароматы. И после положительного ответа он просто дал ей список каких-то указаний, советов, которые вообще не дают и обычно о таком не говорят. Ну, в смысле, это такие какие-то тайные советы парфюмерные. И после этого она, конечно, сначала была еще большим сумбуре, но решила творить. Если говорить о характере этого бренда, это однозначно такие чувственные телесные ароматы. При этом, честно говоря, когда я только начинала знакомиться с брендом, я почему-то полагала, что Франческо Бьянки это что-то дерзкое, это что-то такой бросающий вызов, но это на самом деле не так. Это не какой-нибудь Гуальтьери с его брендом Носомата или Орто Париси. Это бренд, это ароматы, которые наоборот, несмотря на их силу и громкость, непривычную для нас, посвящены именно чувственности, именно, знаете, какому-то даже классическому характеру ароматов. Это вообще классическая такая, я бы сказала, французская школа. Эти ароматы настолько сделаны качественно, многослойно, многогранно и изысканно, что в целом ощущение, будто это ароматы, которые сохранились, не знаю, там, с середины 20 века, да, ароматы, которые были в ходу в середине 20 века, сохранились до нас. В них нет никакой винтажной горечи, в них нет потерянной какой-то актуальности. Наоборот, они наиболее актуальны сейчас. Давайте про ароматы. Вообще, сама Франческа на вопрос, с какого аромата начинать знакомство с брендом, говорит, что с Dark Side. У меня, я сегодня буду рассказывать аж о 9 ароматах, постараюсь поскорее, чтобы видео не было длинным. И давайте начнем с Angels Dust и потихонечку пойдем по бренду. Angels Dust, ангельская пыль, это аромат, посвященный пудре, пудровне. С одной стороны, для меня это самый тяжелый аромат, просто потому что я не выношу эти компоненты. Но с точки зрения человека, который пытается понять вообще парфюмерию, мне кажется, это самая понятная простая композиция. Простая, очень сложно здесь говорить, потому что у Франчески очень многокомпонентная, красивая, богатая формула. Вот сейчас на меня уже вот это вот все красиво изливается. Настолько это изысканно, я даже сказать не могу. В общем, это аромат, посвященный мускусу, розе и ирису в большей степени. Такой, знаете, немножечко с перчиночкой в прямом и в переносном смысле в начале. Там черный перец дает и такую терпкость, а потом появляется просто пудра. Пудра пудровна, причем такая прогорклая. Для меня аромат похож на Путан де Палас от Этели Бордо Ранж. И на, по-моему, если неправильно называю, Epis Martel. Какой-то там смертельный роковой удар от бренда LM Parfum, где ароматы построены вокруг фиалки, мускуса и розы. В целом дает ощущение вот такого вот белого мускуса мыльного. В общем, такое дегтярное мыло, плюс влажная фиалка, плюс ирис такой пыльный и плюс еще роза. Немного вот для меня он как раз очень ретро, но в стиле не такой помпадур. Я очень хорошо представляю многие свои знакомые, которые могут носить этот аромат, но для меня он очень театральный, и я не могу его на себе представить. При этом я знаю, что недавно вышло видео, опять же, на Духах РФ, где коллеги обсуждали этот аромат, и я намеренно не смотрела. Пока я не сниму это видео, я не буду смотреть это видео, то есть я как бы не знаю, что они там о нем сказали. Следующий аромат это Sex and Sea, а не роли. У меня был Sex and Sea классический аромат, давайте прям пару слов о нем скажу. Это такой аромат, ну якобы, да, у тех на пляже, но на деле, по сути, это такой сливочно-кокосовый аромат, с влажным таким кокосом и ланг-элангом сочным, положенный на соленую древесную базу. Но если честно, соль с деревом я слышу очень мало, аромат очень сладкий, плюс, причем сначала я не поняла вообще его смысла, так как, господи, ни того, ни другого, ни моря, как бы, ни того самого. Но впоследствии я поняла его прелесть, я до сих пор не услышала там никакого сладострастия на пляже, но я услышала красоту. Что касается именно фланкера Sex and Sea не роли, это очень сильные яркие не роли на старте, такие даже с зеленцой, знаете, такие зеленые, белые цветы, а-ля там зеленые туберозы бывают, зеленые не роли, такие же мальноватые лимонные цветы с зеленюшкой, которые постепенно и достаточно быстро, кстати, падают, с такой медовый, тут кокос также есть, кокосово-древесную базу. Мне, если бы я этот аромат слушала впервые, может быть, мне даже понравился бы больше, чем Sex and Sea, хоть про который там говорится, что ой, там такие прям какие-то откровенные ноты, лично я там ничего откровенного вообще не слышу, я бы тогда назвала, что не роли лучше, но у Франчески есть другие не роли, в которые я просто влюбилась и хочу флакон, поэтому мы эти не роли сейчас обойдем мимо, но в целом, я надеюсь, я описала аромат, да, начинается с зеленых, таких мыльных, прохладных, влажных не роли, которые быстро загущиваются, заслащиваются, превращаются в какие-то медовые цветы с легкой индольностью, к уминностью присущей коже, такими оттенками, да, потного тела, и легкой, солоноватой, скорее, амброй, да, то есть какой-то корд соли, как, например, у Анжела Чампани, я здесь не слышу, солоноватую амбру слышу, и это, кстати, тоже одна из каких-то вот таких, ну, можно сказать, якорей, по которым можно отследить бренд Франческо Бианки. Продолжаем, продолжаем мы с вами с ароматом как раз The Dark Side. Есть еще, по-моему, черный рыцарь, Black Knight, я их почему-то путала, думаю, что это одно и то же, но нет, у меня этого аромата, к сожалению, нет, Black Knight. The Dark Side – это аромат для меня просто полностью посвященный прополису, поэтому я не совсем поняла, почему с него надо начинать. Вообще аромат построен вокруг ноты меда, неудивительно, да? Меда, по-моему, здесь есть и мох, и мимоза, если не ошибаюсь, есть также точно стиракс, стиракс, как там правильно, я не помню, ну, в общем, бальзамы, древесные ноты, но для меня это просто прополис, я очень хорошо чувствую прополис, я очень хорошо помню этот аромат, потому что у моей мамы был прополис в таких маленьких вот кружочках, их нужно было сжевать, когда у тебя горло болит, мне мама давала часто, и вот это вот состояние, когда ты долго жевал прополис, знает, он просто ни во что не превращается, он как бы и не пропадает, и не съедается, и вообще, то есть ты просто как корова, жуешь долго прополис, вот. И вот этот вот запах прополиса из этой баночки я запомнила очень хорошо, то есть это такой медово-хвойно-древесный аромат, очень сильный, активный, но у меня он, к сожалению, ни с чем не ассоциируется парфюмерно-хорошим, поэтому я, ну, не могу его как-то идентифицировать, то есть предыдущий аромат я очень хорошо представляю, но не на себе, например, первый, второй представляю на себе, а вот за дарксайд мне, для меня мимо. Возможно, если вы его знаете, расскажите, как бы, как он для вас. При этом аромат богатый, перевается и медовыми, и древесными оттенками, там, кажется, и цветы еще есть, и вот он вот постоянно играет, но я очень сильно слышу тут прополис. Следующий парфюм – это аромат, который вызвал много дискуссий у меня с подругой, потому что она слышит одно, я слышу другое. Это аромат «Люкс Калм Валют» «Роскошный покой сладострасти», переведено так, прямо на отливантиках. Спасибо, кстати, моей подписчице, которая просто решила мне их отдать, потому что ей бренд не зашел, а я им увлекаюсь, и она просто отдала мне эти отливанты. Огромное спасибо. Так вот, «Роскошный покой сладострасти» – это аромат, ну, просто целиком и полностью посвященный Гальбаному. Ох, забыла я взять флакон, ну, ладно. Целиком и полностью посвященный Гальбаному, и для меня просто однозначно. Я ноту Гальбану могу вычленить, потому что она меня интересовала, я когда-то очень увлекалась этой темой, искала ее, но, как таковую, я ее хорошо слышала, только в «Он Тайтл» от «Мазон Марчела». Еще, как оказалось, когда я уже слушала ее интервью и слушала, как она его создавала, то есть она взяла Гальбаном, там, подняла грейпфрутом, добавила из бутилхинолиновую кожу, я надеюсь, вам уже нравится этот состав, но на «Бандита» не похож, нет. Он очень… она его не списывала, но как бы вдохновлялась, она вдохновлялась в «Мазде Карте», и неожиданным образом у меня есть винтажный «Мазде Картье», мне в свое время его подарили, и у меня прям осталось чуть-чуть, он такой темный, густой, коньячного цвета, и я скажу, что да, он очень похож. Я потом, вот я буквально пересматривала интервью, сегодня подбежала, и такая, да, 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 вот оно, это такой Гальбаном зеленый, табачный, чуть-чуть мшистый Гальбаном, перетекающий в такую сладко-амбровую древесность, такой в елейный, медовый, амбровый сок. Но вот эта удивительная игра зеленого Гальбанома, Гальбаном вообще пахнет, как эдакая зеленая сырость, я бы даже сказала, при этом с какой-то такой дымной табачной ноткой. Так вот это вот все так красиво переливается, при этом там еще есть ветивер, почему, я это точно скажу, потому что как раз Оля, моя подруга, услышала там именно ветивер, и она его очень активно вычленяет здесь. Я как раз, нет, почему-то здесь я за Гальбаном ничего не слышу, она наоборот за ветивером ничего не слышит, то есть, видимо, дымность Гальбанома, плюс она сказала, что она добавила грейпфрутовую какую-то горрич, она подчеркнула ветиверовым каким-то компонентом, и вот его очень слышно, например, для кого-то. Я считаю, что этот аромат нелегкий, поэтому я перехожу все сложнее и сложнее, считаю, что этот аромат вообще нелегкий, поэтому вот такой он у меня идет по градации. Следующий аромат, я его просто решила, не знала, что с ним сделать, и решила поставить его в отдельную категорию. Это этрусская вода, это вода, этрусская вода. Это самый итальянский парфюм, если можно было бы так сказать, от Франчески. Сама Франческа бы итальянка, но живет она в Нидерландах, и работает она там, поэтому ее никак не могут понять, кому она причисляется, к итальянцам, к нидерландцам. Ну, в общем, этрусская, каждый раз она по-разному звучит, я не знаю, что с этим делать. Этрусская вода для меня это просто альдегидище, при этом, когда летом я слушала, это был просто альдегид, выносящий мне мозг, и я даже отложила, потому что настолько яркие альдегиды, я слышу в старой Шанели русская кожа, у меня был такого, какого-то старого выпуска, и там прям сшибающие с ноготь альдегиды, кирзачи, дегтярное мыло, вот прям дегтярное мыло. Но сейчас и вообще каждый день я слышу в нем что-то разное. По сути, это попытка сыграть с какими-то колониями, но даже больше, я вам скажу, для Франчески это что-то личное, потому что у нее какие-то этрусские корни. В общем, есть такая история, что когда ты находишься в Тоскане, где есть как раз земля этрусск, то чтобы найти самые красивые места, самые живописные пейзажи, нужно пройти через лес. И когда ты идешь через лес, там, к морю, то до тебя море доносится каким-то злым запахом сквозь деревья и сквозь мох, и вот у нее возникло из памяти вот это ощущение холодного мха, дремучего леса и холодного моря. Вот это все она совместила здесь, и это действительно запах цитрусов, это запах огромного количества мха и вот какой-то горечи. Конечно, здесь есть, по-моему, здесь есть корень ириса, такой смягчающий все немножко, но в целом это очень альдегидный, яркий, острый аромат. Я сейчас пытаюсь вспомнить, что же здесь еще было, было помимо него, помимо мха. По-моему, здесь был гиацинт, если не ошибаюсь, который дает влагу. Но в любом случае, все ароматы есть в описании, вы можете перейти по ссылочке на фрагрантику и почитать о них. И по градации, но не до конца, я сейчас расскажу, у меня два аромата будут отдельно, потому что это ее последняя линейка и одни из моих любимых ароматов, но по градации самый сильный, я считаю вообще во всей линейке, у меня нет всей линейки сейчас, у меня, наверное, получается девять ароматов и, наверное, это половина коллекции. В общем, по градации все равно в коллекции самый яркий аромат это The Laura's Tale. Очень сложный аромат для Франчески, потому что в свое время, когда она его делала, ей начали давать советы о том, как правильно сделать его, и она в этих советах растеряла свою идею, и это как раз было крахом. Она посчитала, что это, конечно, хороший опыт, но в целом так делать нельзя. Если у вас есть своя какая-то идея и мысль, несите ее до конца, не надо отвлекаться на других людей. В целом, она создала в итоге этот аромат. Это самая красивая животина, которую я когда-либо слышала. Это не индол, не, знаете, там есть фекальный аромат, это именно животина такая, знаете, аж сочная такая, помимо животины здесь, конечно же, снова мой любимый ирис, и, по-моему, здесь даже мимоза есть тоже, мед, кстати, удивительно, мимозу она тоже частенько, точнее, добавляет, но в базе нас ждут животные, кожа, деготь, почульки. Стартует это, боже, меня аж сносит вначале этим ароматом, потому что, кстати, летом он звучит лучше, животин очень мягче раскрывается, сейчас он прям такой ядреный, такой кислокожаный животный аромат, сочно-медовый, тубероз, а, здесь, по-моему, тубероз есть, да, туберозич, который я не слышу практически, но она здесь есть. Это такая томная тубероза, вообще, идея была создать очень животный аромат, он действительно такой, есть, тут, мне кажется, перемешано все, хотя, если честно, вот я сейчас говорила, что нет фекальных, никаких, ну, есть, мне кажется, они там все перемешаны, но в целом это очень красиво, больше того, я вам скажу, я в этом аромате приехала на семейный вечер, ну, меня ничего не останавливает по жизни, приехала на семейный вечер, на какое-то семейное мероприятие, наше там праздники, и была в этом аромате летом, и моя бабушка, моя бабушка, сказала, что у меня какие-то роскошные духи сегодня, моя мама тоже называла это богатым, роскошным букетом, который действительно настоящая парфюмерия, так сказать, хотя моя мама тоже парфюмоньяк, парфюмоньяк, то есть настолько это красиво переливается, на самом деле многие цветы обладают таким индольным ароматом, тот же самый, ну, ладно, жасмин нарцисс, который очень индольно пахнет, тюльпан пахнет крайне индольно, если уткнуться, и вот как будто бы всю сердцевину цветов на мне, вся красота, вся роскошь, это вот прям очень красивый, чувственный, невероятный аромат, я могу ему петь оды, очень рекомендую познакомиться с The Lover's Tale, и перейдем к двум ароматам, которые вообще мои палочки вручалочки, точнее вот этот уже, а этот я надеюсь все-таки офлаконить, и третий тоже я надеюсь офлаконить, которым я вам расскажу, его здесь нет на столе, грустная история, разбила, разбила, значит, флакончик от ливантика, давайте поговорим сначала про развратные нероли, как его перевели, вообще либертин нероли, мне кажется, это более как раскрепощенные нероли, свободные, ну пусть будет развратные, перевели так, это нероли, и снова нероли, которые положены для меня на очень теплую, немножечко животное, но больше не животное, но человечески, теплую базу, на старте горький, мыльный нероли, даже больше горький, как будто бы здесь есть скорее даже какой-нибудь бергамотик, бергамотик, может быть лайм, или лимон горький, или даже горький апельсин, переходящий в красивое, такое знаете, ирисово-древесное, со специями, с куминами, тминами, сердце и базу, потому что здесь пахнет буквально, как будто бы на разгоряченную кожу, как будто вот вы всю ночь танцевали, где-то, вот с любимым человеком, и вас просто осыпали лимонными цветами, так это хорошо, просто невозможно, это отдельная коллекция, которую, как оказалось, вообще эта коллекция нигде не указывается, только в интервью можно вычтенить, что это коллекция компонентов, то есть это ливертин нироли, и дальше будет он с покин маск, неудивительно, названия как бы сами намекают, невысказанный мускул, да, какой-то, и развратный нироли, намекает на то, что это будет серия ароматов с компонентами, будет ли она продолжаться, не знаю, а хотя там бизантин амбра вышел, да, значит она продолжается, очень красивые нироли, я хочу в коллекцию, это будет последний, точнее как бы это будет нироли, которые я офлаконила, потому что, как я уже говорила, я часто собираю коллекцию из компонентов, да, там мне нужна лучшая роза, лучшая тубероза и так далее, это будут мои нироли, потому что мне очень понравились, хочу, и Unspoken Mask, так смешно, потому что у меня лежат в сумке, и подруга такая говорит, это что, твой дежурный парфюм, это когда, это мой дежурный парфюм, почему нет, потому что на самом деле, это сложно назвать вообще дежурным парфюмом, это мускус, я сейчас скажу, это стартует этот аромат бессмертником, переходит в ирис смолистый, шоколадным бессмертником, смолистый ирис, и в базе нас ждут животные и ваниль, это аромат по-настоящему цирка, по сути очень похож на дзинк от для артизан, только с большей плотностью, и для меня еще с большей красотой и шоколадом, то есть вначале это такая сладкая вата, подожженная карамель, подожженная шоколадом, потом падает это все в смолистый ирис, как будто бы улитый шоколадом, просто ирис плавающий в шоколаде, такой знаете, смолистопудровый, сладкий, горький запах, очень богатый, очень шикарный, и потом появляются кони, вот это прям конюшня, как пахнут кони, когда вы ходите в цирке, все знают, объяснять не нужно, он есть в базе, и он настолько он деликатный, что он как будто бы заканчивает всю эту историю, и это какое-то шоколадно-конюшено-смолистое, прекрасное нечто, для меня он настолько универсальный, что я просто, вот вы понимаете, я просто могу достать его из сумки, нанести в любой момент, то есть он для меня как базовый парфюм, но пока как бы я не вышла в офис, поэтому возможно там, конечно, базовым для меня не станет, но для меня это базовый парфюм, еще один аромат, не буду убирать, флакончики пусть здесь стоят для красоты, еще один аромат, про который я расскажу, это Tiger Tiger, это роскошный тоже парфюм, сколько раз я сегодня сказала слово роскошный, можно будет прям галочки считать, это лучшие для меня, опять же, парфюмерные персики, хотя Франческа вообще закладывала идею в этом аромате соединения просто персиков, с одной стороны цветов, и с другой стороны уда, животного уда, и она думала, что это будет, ну как бы она, наверное, так и думает, что это противостояние, знаете, сложного животного и чего-то более цветочного и фруктового, что это вот такая вот игра на контрастах, но по сути получилось так, что все слышат там лучшие в мире персики, сочные, домные, такие, знаете, прям вытекающие на какой-то деревянный поднос, с шистым, для меня это вот еще персики вот сладкие, которые ты раскусываешь в лесу мушистым, плюс есть там какой-то кожаный аспект, но такой аккуратный, такой нежный, замшивый скорее, поэтому это красивейшие персики, такие жизнерадостные, у меня, я даже хотела достать кофту из шкафа, у меня, значит, разбился от Леванта, я взяла своего карамельного цвета рубашку, вот так вот руки положила в лужу от этого от Леванта, провела вот так по себе, тогда по шее, потому что я собиралась на мероприятие по шее, по кофте, и вот она пахнет, я открываю шкаф, у меня пахнет тигром этим, это очень нежный, добрый тигр, это вот мне кажется, вот тигр из песни Oh, Diver, вот это вот, Kiss me, ну, в общем, вы помните, в общем-то, таковы это у меня ассоциации, более нежные, чувственные, красивые, и я тоже хочу этот флакон, но, наверное, я же не знаю, какой больше, Либертин, Нероли или Тигр, наверное, кстати, больше Тигр все-таки, вот такой бренд, очень классный, очень непризнанный в свое время, точнее, непонятый, что ли, почему-то, нераскрученный, ароматы достойные, мне кажется, того, чтобы действительно стоять во многих магазинах, хотя не хотелось бы, чтобы в них ходили все, действительно хочется сохранить сокровища для себя, для меня это сокровище, Франческо, ну, так, к концу вам скажу, кто досмотрел до конца, Франческо вообще очень вдохновляется, Марокко, кстати, как и Лютанц, и как будто бы у них есть что-то похожее, но у Франческо больше вот этой чувственности, какой-то томности, а при этом у Лютанца какая-то другая, такая меланхолия, ну, тоже вот такое, вот глубокие чувства, просто разные немножечко окраски, но вообще вот это глубокое чувствование, вот эта вот игра со смолами, с такими ликерными компонентами, с какими-то восточными, это присущий их парфюмерии, Франческо, несмотря на то, что она самоучка, у нее получилось создать ароматы старой школы, классического образца, ничего подобного я не слышала, для меня это один из выдающихся брендов на текущий день, это правда, и это вот ароматы, которые я хочу флаконивать, и флаконивать, они очень бешено стойкие, бешено шлифовые, поэтому если для вас это важно, действительно это так, правда, и это вот, хотите шлифовые стойкие, то пожалуйста, в общем, пишите, если вы знакомы с брендом, какие ароматы вам нравятся, и что-то вас зацепило, сегодняшнего видео или нет, я надеюсь, что вам было со мной интересно, мне как всегда, с моими ароматами, великолепно и прекрасно, все ссылки есть в описании, также там есть мой телеграм-канал, и там же там есть промо-коды в разных магазинах, где вы можете их применить и купить что-то подешевле, кстати, Франческа стоит, по-моему, ну, в Орентале точно стоит, в Грась в клабе стоит, у меня здесь промо-коды, так что, переходите, пользуйтесь, и помните, что мир полон необычных ароматов, никогда не граничивайтесь малым, и всем пока!